МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 350 тысяч на своё дело. Как заключить социальный контракт? Про родинки. Как пользоваться приложением для диагностики рака кожи? Звёзды футбола и КАР-2006 участвуют в первенстве Приволжского федерального округа. Далее расскажем по всём подробно. Размер финансовой помощи для тех, кто выбрал по соцконтракту предпринимательство, теперь составит 350 тысяч рублей, а не 250 тысяч, как это было ранее. Соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин. Что это за меры поддержки, кто может на неё претендовать и как заключить социальный контракт? Расскажем далее. Социальные контракты – одна из самых востребованных мер поддержки государства в нашем регионе. Её внедряют в Россию с 2020 года. Нижегородская область начала работать с ними одной из первых. Сейчас уже заключено более 36 тысяч соцконтрактов, благодаря чему более 100 тысяч нижегородских семей смогли улучшить своё материальное положение. А несколько тысяч человек организовали собственный бизнес. В настоящее время социальные контракты заключаются по трудоустройству и на развитии индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальный контракт – это договор, который заключается между заявителем и управлением социальной защиты. При этом заявитель берёт на себя обязательства по выполнению мероприятий социальной адаптации, а социальная защита берёт на себя обязательства по выплатам. Социальный контракт – не просто помощь. Он призван вывести семью за границы бедности и обеспечить её постоянным доходом. Соцконтракт по трудоустройству может быть заключён с гражданами трудоспособного возраста, которые по независимым от них причинам находятся в трудной жизненной ситуации, а также имеют доход ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 14 263 рубля. Выплаты по социальному контракту по трудоустройству происходят следующим образом. Первая выплата – 14 263 рубля выплачивается гражданину при заключении социального контракта. Далее три выплаты управления социальной защиты выплачивает гражданину, если он подтверждает официальное трудоустройство. Также с помощью государства малоимущие граждане трудоспособного возраста смогут открыть или спасти своё дело. Второй вид помощи, доступный по соцконтракту – единовременная денежная выплата. С июля этого года её размер составляет 350 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены для приобретения основных средств и оборудования. За прошлый год в регионе заключили более 14 тысяч соцконтрактов. Их эффективность составила 65%. В 2022 году за 7 месяцев, которые прошли, было заключено уже 35 социальных контрактов, 23 из них по трудоустройству и 12 по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности. По трудоустройству у нас процент эффективности – это половина заключенных контрактов эффективно. То есть люди выходят из бедности, трудоустроены, получают постоянный заработок, который превышает среднедушевой доход. Эффективность соцконтрактов, заключенных по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, показала стопроцентный результат. Все граждане, которые заключили контракты, успешно развиваются и получают стабильный доход. Заявление на социальный контракт можно подать через госуслуги, либо лично у нас мы приглашаем к себе в Управление социальной защиты населения на индивидуальную консультацию кабинет 120, проспект Мира, 15, телефон для связи 981-29. В августе власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Теперь работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314 рублей больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы, смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсии. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматически, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Также проиндексируют военные пенсии. Пенсии военные в отставке повышались в этом году несколько раз. В январе, в Непланово на 9% в мае, на 10% с 1 июня. С 1 октября текущее денежное пособие вырастет на 4%. В 2 июня 5 августа в части домов Старого района не будет электричества. Связано это с комплексным ремонтом оборудования. С 8 до 17 часов электроэнергию отключат на улице Шевченко дома 32 и 34. В проспекте Ленина дома 23 и 25. И площади Ленина дом 8. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В два раза увеличен период выплат за организацию временной занятости работников в регионе. Нижегородские системообразующие предприятия, которые испытывают сложности из-за санкций, теперь смогут получать субсидии в течение шести месяцев. Выплаты компенсируют расходы на зарплаты сотрудников, чтобы сохранить трудовые коллективы и упростить перестройку производства. Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации своего предприятия. Подробности на горячей линии 8 831 234 07 27. Памятная 10-рублевая монета с городцом выпущена 2 августа, сообщает пресс-служба Банка России. Монета выполнена из недрагоценных металлов. Она входит в серию древней города России. На оборотной стороне монеты находится рельефное изображение панорамы городца. Вверху слева расположен герб городецкого района. Монета выпущена в обращение тиражом 1 миллион штук. Банк России отмечает, что она – законное средство наличного расчета на территории России и обязательно к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Детский технопарк «Кванториум» приглашает школьников и их родителей на день открытых дверей. Гости познакомятся с инженерно-техническими направлениями, увидят работу 3D-принтера и лазерного гравера, узнают о том, как создаются компьютерные игры. День открытых дверей пройдет 18 и 25 августа в 18 часов. Предварительная запись обязательно, она уже идет сейчас через портал «Навигатор 52». 2 августа после тяжелой болезни ушел из жизни Виталий Карлович Михайлов, ему было 72 года. Заслуженный тренер России, тренер спортивной школы ИКАР, он вырастил не одно поколение выдающихся спортсменов, в числе его учеников Олег Токтаров и Максим Тарасов. Прощание с Виталием Карловичем Михайловым пройдет в четверг, 4 августа, с 10 до 12 часов в спортивном зале центрального корпуса ИКАРа. Жители нескольких российских регионов предупредили об опасном солнце с 5 августа. Так называют явления, когда повышается индекс ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет – один из главных факторов риска развития меланомы, злокачественного образования кожи. О признаках меланомы, ее диагностике и профилактике расскажем далее. Ежегодно в Сарове порядка 20 человек слышат диагноз меланомы – злокачественное пигментированное образование, которое может возникнуть как на неповрежденной коже, так и на уже имеющихся родимых пятнах и родинках. На ранних стадиях меланому можно излечить в 90% случаев. Но если пациент обращается к врачу с запущенными формами опухоли, помочь ему бывает сложно. Если такое образование было и стало иное, оно стало расти, увеличиваться в размере, оно становится асимметричным, неправильным, контуры его меняются, деформируются, становятся неровными, меняется цвет, либо усиленно черным становится, либо наоборот, цвет этот меняется в пользу обесцвечивания. Это тоже признак злокачественности. С помощью мобильного приложения про родинки любой желающий может получить медицинские рекомендации о своих родинках, не выходя из дома. Советы о визите к врачу формируются на основе данных пациента, а также фотографий, пигментации и кожных новообразований. Приложение можно скачать на двух интернет-платформах – App Store и Google Play. Открываем. И здесь появляются три раздела. Мои родинки, моя семья и осмотры. В «Мои родинки» вы можете проверить свои новообразования. В разделе «Моя семья» проверяете новообразование у своих родственников, своих знакомых. И осмотры динамически можно осматривать новообразование у себя, либо, опять же, у своих знакомых и родственников. В разделе «Мои родинки» необходимо заполнить данные пациента. Фототип кожи, наличие солнечных ожогов, продолжительность существования новообразования. В пункте «Расположение родинки» добавьте одну или несколько фотографий своего новообразования. Изображение можно загрузить как из галереи, так и сделать фото в режиме онлайн. После этого нейросеть приложения проанализирует фотографию и через несколько секунд выдаст рекомендации, а также информацию о злокачественности образования. С каждым годом увеличивается количество злокачественных новообразований кожи, поэтому очень важно вовремя диагностировать и получить тем самым квалифицированную медицинскую помощь. И тем самым это улучшит прогноз на выживаемость данного пациента. Мобильное приложение про родинки бесплатно и доступно для смартфонов iPhone и Android. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Шесть дней бродила по лесу с медведями. В Вознесенском районе нашли живой монахиню, которая ушла за ягодами и не вернулась. Женщину искали около 300 человек – сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. И это не первый подобный случай пропажи людей в этом году. Сезон потеряшек в самом разгаре. Как вести себя в лесу и что делать, если ваш родственник, который ушел за грибами, перестал выходить на связь? Более 4000 жителей Нижегородской области пропали без вести с начала года. 444 из них – дети, сообщает региональное управление МВД России. К счастью, большинство пропавших вернулись домой. На сегодняшний день установлено местонахождение 3977 человек. В том числе найдено 408 детей. 36 несовершеннолетних были объявлены в федеральный розыск. 31 из них смогли найти. Как отмечают представители поисково-спасательных групп, если ваш родственник не вернулся домой и не выходит на связь больше часа, не нужно ждать несколько суток. Надо сразу бить тревогу. Для начала не нужно ждать 3 дня. Подача заявлений, если речь идет о ребенке, то через полчаса. После того, как он не пришел домой. Если касается взрослого, то час-два. То есть не нужно, как раньше говорили, ждать 3 дня. Потому что, как правило, мы начинаем работать сразу, чтобы успеть поймать свежие свидетельские показания, чтобы посмотреть камеры, пока они не стерлись. Если ваш близкий не вернулся домой в назначенный срок, не теряйте время и сразу обратитесь в полицию. Лучше всего это сделать по месту проживания пропавшего. При себе важно иметь свои документы, удостоверяющие личность, и документы пропавшего родственника. Обязательно нужно взять с собой его фото. Желательно, чтобы на фотографии человек был в той одежде, в которой выходил из дома в последний раз. Как правило, в связи с показаниями, они больше идут по образу в целом. То есть человек запоминает не лицо проходящего, а во что он был одет, как он себя вел. После того, как вы подали заявление, необходимо обязательно спросить контакты сотрудника, принимающего заявление. Для чего это нужно? Чтобы, если вдруг человек пришел домой, вы могли спокойно связаться и сказать, что человек уже найден. Поиск можно прекращать. Участники группы «Рысь» занимаются поисками людей не только в нашем городе. Как только поступает заявка, они выезжают на помощь. Алексею приходилось искать и в Вексии, и в Мордовии. Чаще всего объектом поиска волонтеров становятся грибники и те, кто решил прогуляться в знакомом лесу и заблудился. Искать человека проще, если он остается на месте и соблюдает несколько правил. Взять себя в руки, осмотреться, вспомнить, откуда мы приходили, характерные опознавательные знаки, какие-то квартальные столбы, просеки, линии электропередач, отдельно стоящие деревья, либо реки. Если у нас есть возможность дозвониться, мы сообщаем, что мы потерялись, где потерялись, и у нас уже, скажем так, начнут локализовать, искать. Если связи нет, постарайтесь развести огонь и никуда не уходите с места. Перед уходом в лес обязательно предупреждайте, куда вы идете. Берите с собой заряженный мобильный телефон, необходимые лекарства, воду, легкий перекус и фонарик. Также лучше иметь при себе свисток, чтобы подавать сигнал, если вас придется искать. Одежда тоже должна быть соответствующей. Футбольная команда «ИКАР-2006» продолжает борьбу за победу в первенстве Приволжского федерального округа среди юношей. В очередном домашнем матче соперником соровчан стал «Химик» и «Дзержинска». За ходом игры следила наша съемочная группа. Разминка, последние напутствие тренера, командный настрой и игра началась. Первый тайм для наших футболистов начался хорошо. Через несколько минут после начала матча «ИКАР-2006» забил пенальти. В течение всего тайма соровчане держали соперника «Химик» из «Дзержинска» подальше от своих ворот и не пускали игроков на свою зону. Уверенно перехватывали мяч и вели его к воротам «Химика». Игра для нас складывается довольно-таки успешно. Выиграем 3-0 после первого тайма. Соперники играют, так скажем, хорошо, но мы лучше. Хотим забить побольше, чтобы было по разнице забитых и пропущенных у нас больше, так как это может быть учитываться в конце сезона. Для саровских игроков в рамках первенства Приволжского федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения уже прошло две игры на домашнем поле. Первую игру сыграли в ничью. Во второй раз «ИКАР-2006» вырвался в лидеры. Схватка с «Химиком» – это третья игра в сезоне первенства ПФО. Ну, игра идет хорошо. Соперник, так сказать, не такой уж и сложный, но играть неплохо все же. Ну, трудности. У нас был небольшой такой перерывчик недельки три. Поэтому у нас первая – это игра. Вот немножко такой суета у нас. Так что вот охваты выиграть и во втором тайме забить побольше и не пропустить желательно. Думаю, забьем еще и не пропустим. Ну, пройдет второй тайм успешно. «ИКАР-2006» стал победителем этой игры и разгромил противника со счетом 6-0. В рамках первенства Приволжского федерального округа пройдет еще несколько футбольных матчей как на домашнем поле, так и на выездах. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин